Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На женском голосовании проект покинула новенькая Карина, которая приходила к Андрею Черкасову. Также ушла Алиса селфи. Я возвращаюсь с того света, я не хочу быть винтиком в этом конвейере, написала Алиса. Зрителям она понравилась, как способная ученица школы актерского мастерства. И даже то, что Алиса попала в список Астрахана, стала одиннадцатым счастливчиком, ее не удержала в этом страшном месте. Оля Рапунцель после того, как узнала, что режиссер Астрахан пригласил Диму Дмитренко на кинопробы, поставила парню ультиматум. Если тот уезжает на пробы, то они расстаются. Находчивый Дима быстро нашел ответ. Он сказал, что останется, если Оля подстрижет свои длинные волосы. Чем же интересно закончится эта история? Колян Должанский сообщил радостные новости о том, что к нему вернулась Руслана Мишина. У нас было романтическое свидание на спортивной площадке. Мы помирились, и Руся согласилась вновь со мной заселиться. Мы с моей Руськой счастливы. А сошлась Руслана с Должанским не зря, ведь наконец-то она сможет исполнить свою мечту, полететь на Сейшелы. А Саша Гозиас и Костя Иванов, как одиночки, возвращаются на поляну. Денис Козлович и Катя Король опять расстались, теперь уже окончательно и бесповоротно. У Кати случился приступ ревности из-за сольного танца Дениса и Натальи Бичан, которым они открывали отчетный концерт. Катя пишет, во время танца Бичан поцеловала Дениса. Он гарантировал, что такого не будет. После второго дубля с моей стороны была ответочка, я поцеловала Тимура. В итоге между бывшими влюбленными произошла потасовка. Денис заявил, что такая девушка ему не нужна и ушел в мужскую спальню. Как вы помните, на днях Вика Романец вернула Андрею Черкасову дорогое помолвочное кольцо. Андрей решил продать его и отдать деньги на благотворительность. Вика рассказала о своих требованиях к потенциальному молодому человеку. Она пишет, «У меня такой возраст, когда я воспринимаю своего мужчину не просто как парня, а как отца будущих детей. Рядом со мной должен быть успешный мужчина с несколькими автомобилями и с хорошим жильем. Что касается Тимура, мне очень комфортно с ним общаться, но только на дружеской волне». Саша Харитонова, Лена Босс и Саша Артемова выбрались в свет, посидели в ресторане женской компании. Семен Фролов и Тата Абрамсон были на свидании, они катались на коньках. А бывший участник проекта Виталий Купер, он же бывший парень Таты Абрамсон, написал заявление в полицию на Влада Кадони. Он утверждает, что Кадони вместе с Татой намеренно повредили его мотоцикл, что они действовали по указаниям редакторов «Дома-2», а после отказались возмещать ущерб. Бывшие участники проекта собрались в студии передачи «Прямой эфир» на канале «Россия-1», чтобы обсудить тему про Элину Камерен и Сашу Задойного. Дата выхода передачи пока еще неизвестна. В качестве экспертов в студии присутствовали мама Элины, Рустам Солнцев, Ольга Васильевна Гобозова и Таня Кирилюк. Ольга Васильевна жаловалась после съемок, что зря приехала издалека. Она думала, что хорошо заплатят, но ее обманули. Ольга Васильевна не смогла вцепиться Элине в волосы, как требовалось по сценарию. В итоге она осталась без оплаты и очень расстроилась. Элина с ее мамой шокировали студию, их все осудили. В конце передачи Элина даже растерялась. Судя по всему, она даже пожалела, что подала заявку на участие в этой программе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!